Мы сделали небольшой перерыв. Скажите мне, появились ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу все речи Повсания, которые мы читали сейчас и в тот раз? В целом, по всей речи целиком? Или никаких вопросов тоже нет? Ну хорошо, тогда давайте будем перешли. Ладно? Да. У отцов все работы есть желание, как бы, ну, в общем, совращать реланжи, да? Да. Но они-то понимают, что они не прав, следовательно, к своим сыновьям не понимают. Не-не-не, как это они не понимают? Потому что они это делают не ради благоцения. А любовь к себе это не благая цель? Нет. Не-не-не-нет. А что вы делаете не из любви к себе? Помните, у нас есть персонаж, который себя не любит? Какие? Аполлодор. Он больной, он сумасшедший. Да. Только сумасшедшие не любят себя. Ну, смотрите, не признавать себе несовершенство, чтобы стать совершенством, чтобы потом можно полюбить, но здравоохранить. Нет, подождите, когда вы хотите стать совершеннее, это и есть любовь к себе. Вы хотите, чтобы вы были лучше. Вы хотите, чтобы вам было лучше. А любовь к себе, безусловно, принимаясь интереснее. Нет, 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 а не важно, принимаете вы себя или нет. Если вы хотите стать лучше, то есть не принимаете себя, это все равно любовь к себе, потому что вы хотите, чтобы вы были лучше. Нет. Как это нет? Тогда Аполлодор-то хочет стать лучше, ходя за Сократом. А. А, но Аполлодор никогда не станет, то есть в данный момент... Может быть, смотрите, если Аполлодор станет философом, излечится ли он от безумия, как Сократ? Нет. Как это нет? Если он станет философом? Да. Ну вот. Ну, в общем, мы в итоге нашли этот вопрос, и мы будем на него думать. Еще разочек. Значит, отцы, они хотят, в общем, с мальчиками радоваться жизни. Ну вот. Но при этом... Быть вместе. Да. Но при этом разрешение своим сыновьям это делать они могут только при одном условии, если это ведет к добродетели. Но они-то понимают, что этот контакт не ведет к добродетели. Откуда они это понимают? Ага, то есть у нас... Повстание понимает? Нет, они тоже... Повстание тоже, может быть, не понимает. Повстание предлагает... Повстание предлагает им отличный выход. Платон показывает нам, благодаря начальной и конечной сцене, что тот выход, который Повстание предлагает, это не выходит. Все будет... Да. Ну, если есть один вопрос. По поводу... Ну, разочеку все, он закрывает. Да, конечно, конечно. Да. Вопрос о магии. Потому что... А мания об умеренности. Потому что можем ли мы сказать, что умеренность во всем это мания? Потому что у нас появляется слово «сё». Умеренность, можем ли мы сказать, что умеренность вообще во всем это мания? Если стремление, видимо, в умеренность во всем, это как бы... Ну, это магия в своем уровне. Если не исходить из контекста диалога, а рассуждать... Да. Может ли стремление к порядку превратиться в обсессивно-компульсивное расстройство? Конечно, может. Да. Конечно. Ну, то есть... Философы всё равно страдают в магии, даже если они не признают, что боюсь узнают. Потому что во всем умеренность философы... Это замечательно. Но у нас есть как минимум два примера того, что Сократ не воздержан в двух вещах. Да, безусловно. А это значит, что есть... Да, как... Ну, а мы не перенадеваемся, да? То есть невозможно быть всегда во всем умеренном. Физически нельзя этого сделать. Ну, или безумие, да. Да. Определение безумия? Это хороший вопрос. У нас есть пример. Это первый вариант определения безумия. Пример безумия, пример мании заключает в том, что Аполлодор ведёт себя не так, как ведут все остальные люди. Он ненавидит себя и других. При этом он обожезляет одного конкретного человека, Сократа. Ненавидеть себя – это нездорово. Ненавидеть себя – это уже мания. А тот факт, что ненавидя себя и окружающих, он ещё и выделяет за скобки какого-то одного человека, которого он превозносит до небес, – это также мания. Потому что мы в Сократе говорили о мании, а там же не было как-то этого пара. Да, но ксенофонт, естественно, не Платон. И хотя они используют один и тот же язык, у них совершенно разное определение. Заметьте другую вещь. Позднее, когда Алкивиат начнёт обвинять Сократа, он, с одной стороны, будет говорить, что Сократ болен гюбрисом. Если вы откроете словарь и посмотрите на определение слова «хюбрис» греческого, это гордость или заносчивость, невыносимость, то вы увидите, что антонимом гюбриса является сафросюна, умеренность. Именно поэтому Алкивиаду придётся сказать, что антонимом умеренности на самом деле является мания, безумие. И если вы заглянете на слово «мания», вы увидите, что в словаре написано «антонимом мании является умеренность, сафросюна». А если вы заглянете в определение сафросюны, вы увидите, что сафросюны, что умеренность, как разумность, имеет своим антонимом безумие, а умеренность, как самоограничение, имеет своим антонимом гюбрис. Алкивиат обвиняет Сократа в том, что Сократ не безумен, а в том, что Сократ болен гюбрисом. При этом все остальные, слава Алкивиада, больны именно манией. Сократ единственный умеренный. Ещё какие-нибудь вопросы? Ну тогда давайте переходить к нашей интермедии. Сразу за повсанием завладеть вниманием, говорить такими созвучиями, учат меня софисты. Да, кого учат софисты говорить такими созвучиями? Смотрите, сразу за повсанием завладеть вниманием должен был, по словам Аристодема, Аристафан. Аплодор. Это же он рассказывает. Это рассказывает Аплодор. Но почему он не может повторить за Аристодемом? Сразу за повсанием завладеть вниманием, говорить такими созвучиями, учат меня софисты, должен был Аристафан. Да, потому что здесь не важно. Сейчас, сейчас, сейчас. Это говорит Аристодем, Аплодор воспроизводит, вставляя фразу, должен был по словам Аристодема. Или это говорит Аплодор целиком. То есть, или эти две вставки, по словам Аристодема, и говорить такими созвучиями, учат меня софисты, Аплодор. То есть учился ли Аристодем у софистов или Аплодор у софистов? В этом вопрос? Это меньший вопрос. Больший вопрос. Аплодор уже перестает повторять за Аристодемом и начинает вставлять свои фразочки? Или еще нет? Не является ли это маркером того, что вот теперь речи начнут меняться? Еще один маркер того, что теперь речи начнут меняться, состоит в том, что это последняя перебивка. Больше не будет. Дальше будут интермедии, но они будут состоять из диалогов, а рассказчик больше вмешиваться в рассказ не будет. Итак, сразу за Повсанем должен был говорить Аристафан. Должен был, по словам Аристодема, Аристафан. Но то ли от пресечения, то ли от чего другого, на него как раз напала икота. Так что он не мог держать речь и вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу Эриксимаку с такими словами. Либо прекрати мою икоту, Эриксимак, либо говори вместо меня, пока я не перестану играть. Да. Аристафан смешной человек, в смысле комедиограф. И естественно, со смешным человеком должны случаться смешные штуки. И смешная штука случается. Аристафану мешает говорить случайность. Аристафан нарушает порядок, то есть делает глупость, то есть делает что-то смешное. Случайно, то есть глупо, то есть смешно. Благодаря случайному, то есть глупому, то есть смешному событию. Несчастный Алистофан предлагает Аликсимаху выбор, либо ты меня вылечишь, либо ты за меня вступишься. Я повторяю слово смешное, потому что когда Аликсимах вылечит Алистофана, Алистофан скажет, вот это интересная штука, что одно смешное побеждает другое смешное. И Аликсимах отвечал, ну что ж, я сделаю и то и другое. И Аликсимах снова ведет себя по-тиранически, он не делает выбора, он все забирает себе. Мы поменяемся очереди, и я буду держать речь вместо тебя, а ты, когда прекрати цикл, вместо меня. А покуда я буду говорить, ты подожди задержи дыхание, и твоя фото пройдет. Итак, это случайность, которая приводит к определенным вынужденным перестановкам. Я говорил вам, что из политики в государстве Элос изгнан. И в то же время мы говорили о том, что Элос как бы к политике относится, Элос с политикой связан. Так вот, мы должны посмотреть, как изнание Элоса из политики в государстве кульминируется в самом рассказе об идеальном государстве. Элос изгнан из политики в государстве, и значит всякий политик в государстве должен быть неэротичен. Но вообще-то тиран это и есть воплощение Элоса. То есть политик, как правило, хочет чего-то, а значит является воплощением Элоса. Единственный вариант политика, который неэротичен, это политик, который не хочет быть политиком. И тогда Сократ говорит, философы никогда, ни в каких обстоятельствах не захотят быть правителями города. Они не хотят этого, у них нет Элоса. Поэтому их надо заставлять. Принуждение есть, причем принуждение философов править, есть основание для совершенного города. Именно потому, что принуждение лишает принуждаемого или маркирует отсутствие у принуждаемого Элоса. И в идеальном государстве элотизма нет. Подождите, но философы же хотят нанести свою истину до многих людей. Сколько они могут, сколько угодно этого хотеть. Они точно не хотят править людьми. Опять же, я напоминаю вам, что это нарушает принцип «одна душа, одно занятие». Понятно, почему философ не хочет править людьми. По той же причине, по которой дворник не хочет принимать роды. Это не его дело. Но если мы говорим, что существуют такие люди, дело которых политика, то они наверняка этого хотят. И это возвращается. Помимо философов, есть же еще дворники, где же они тоже не все хотят править. Но они не должны и не могут. Да. А философы они могут. А философы они могут и должны, но не хотят. То есть, есть такие дворники, есть такие люди все, которые не должны, но хотят. А есть такие, которые должны, но они как раз не хотят. Хорошо. Отчасти мы видим эту ситуацию именно здесь. Принуждение заставляет, да, необходимость заставляет их поменяться местами. А покуда я буду говорить, ты подожди задержи дыхание, и твоя кода пройдет. Итак, Эликсимах говорит, я займу твое место, и тебя вылечу. Вот тебе рецепт. Если же она все-таки не пройдет, прополучи горло водой. А уж если с ней совсем не будет сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чихни. Проделай это разок-другой, и она пройдет, как бы сильно ни была. Вместо одного рецепта, Эликсимах предлагает три. Почему? Ну, вдруг не получится. Если вдруг не получится, то эти рецепты идут по усилению своего эффекта. Зачем сразу не порекомендовать тот, который самый сильный и точно решит проблему? Ну, кому-то подъявится слабое, кому-то этого недостаточно будет. Это понятно, но тогда вы либо предлагаете одно, либо предлагаете другое. А не предлагаете одно за другим, за другим, за другим. Если вы хотите решить проблему, ну, сразу пейте яд. Значит, в трех этих случаях что-то, в какой определенной ситуации, может не сработать. Кроме финального, который точно сработает. Ну, потому что это громко, он будет отвлекать Эликсимах, пока... Чихание! Но проблема-то заключается в том, что как раз этим все и закончится. Аристофануке придется начать чихать. Но Эликсимах посоветовал сначала тихий способ. А, хорошо. То есть Эликсимах, как настоящий врач, думает о себе, а не о больном. Раз уж мы заговорили об этом, то я коротко должен указать вам эту проблему. Врач должен думать о больном. Потому что такова цель врачебного искусства. Здоровье не врача, но больного. То есть, также пастух должен думать об офицах. Потому что его задача, как помните из ксенофонта, увеличивать поголовье стада и его качество, а не уменьшать его. Точно так же политик должен думать о людях, ради которых он занимается политикой. Улучшать их. А теперь мы возвращаемся назад к врачу и задаем себе вопрос. Врач делает, что делает? Ради больных или ради себя? Не, ну да. Не, 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 без данных случаев. Без данных случаев. Ради больных или ради себя? Ну, конечно. Конечно. Ну, по ксенофонту мы пришли к тому, что экономика в итоге, искусство всех искусств, они делают, потому что им нужно зарабатывать деньги. Да. А значит, они делают это, думая о чем или о ком? О себе. О себе. Врач лечит других людей ради самого себя. Пастух заботится о боссах ради самого себя. И значит, политик занимается политикой ради самого себя. Возвращаемся к Эросу. Любовь к себе, желание сделать себе лучше, это Эрос. Врачебное искусство эротично. Сельское хозяйство, я все это говорю в контексте того, что будет сейчас говорить Павсаний. Сельское хозяйство эротично. И политика эротична. И потому они совершенны, а может быть совершенны только тогда, когда из политики Эрос будет изгнут. Эротично это желание? Да. Эрос это желание или любовь. Но в данном конкретном случае, это любовь, конкретная к себе. Хорошо. Начинай же, ответил Аристофан, а я последую твоему совету. И как настоящий хороший человек, Аристофан, как и завещал нам Дюфедор, слушается врача. Эрик Симах сказал, поскольку Павсаний прекрасно начал свою речь, закончил ее не совсем удачно, я попытаюсь передать ей завершенность. Итак, случай помогает Эрик Симаху заняться тем, чем хочет заняться. Потому что если бы он шел как в правильном порядке после Аристофана, он бы не смог сказать, а давайте мы вернемся к речи Павсания. Это бы глядел его некрасиво. Но ему повезло. И это везение позволяет ему сделать то, что он хочет. Смотрите, он говорит, речь Павсания была классной только в начале. У нас будет еще один персонаж, который скажет то же самое, запомните это. Это подразумевает, что Эрик Симах, он сейчас скажет, в чем он согласен с Павсанием, но он точно не согласен с Павсанием Педерастей, в его защите Педерастей. Потому что этому благу освящена вся основная вещь. Что Эрис Двестин, это по-моему очень верное наблюдение. Вот это то, с чем они согласны. Но наше искусство, искусство врачевания, показывает мне, что живет он не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других порывах, да и вообще во многом другом на свете, в телах любых животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущим. Ибо он Бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов. И начинается врачевание, чтобы нам, кстати, и почтить это искусство. Что за пантеизм? Нет, это хуже, чем пантеизм. Это отрицание. Эрос, это не бог. Эрос, это космическая сила. Если Федор говорил... Но он же пишет, что бог. Нет, но он должен сказать, да? Но что он имеет в виду? Он присутствует во всех. Олимпийский бог не может присутствовать во всех. И во всем. Понимаете, о чем я говорю? Ну да. Да. А значит, это Эрос не бог. Если Федор говорил, что Эрос – это бог. Если Павсаний говорил, что Эрос – это бог. Федор следовал за поэтами, Павсаний в широком смысле за обычаем города, то Эрик Симах, следуя своему искусству, уже не может сказать, что Эрос – это бог. Или, по крайней мере, не хочет этого говорить. Потому что начав с... Смотрите. Если врачебное искусство, на самом деле искусство, в смысле, если оно работает... Сейчас он объяснит нам, чем оно занимается. Грубо говоря, оно излечивает эротические проблемы. Проблемы, вызванные Эросом. Если оно реально излечивает эти проблемы, вызванные Эросом, то Эрос – не бог. А если Эрос – бог, то подлинное врачебное искусство, и это самое страшное, и этим Эрик Симах закончит, какое это искусство тогда? Это не лекарство, не средство почешив носу, не выпей лишней воды, не изменя образ жизни. Если Эрос – действительно бог, чем должен заниматься настоящий врач? Врачебное искусство превращается в искусство предсказания. Врач становится жрецом. И это самое страшное, потому что Эрик Симах и закончит свою речь превознесением искусства Монтике. Но я же говорю так, что жрец – кто такой? Им уже говорят, то есть боги? Вот именно. То есть, если Эрос – не бог, а врачебное искусство лечит проблемы, связанные с Эрозом, тогда врачебное искусство выглядит так, как оно выглядит сегодня. А если Эрос – бог, тогда врачебное искусство – это жречество. Ну, а почему он сказал, что нет? Я говорю, он должен делать то, что говорит ему Эрос – бог. То есть, он выступает как жрецом. Вот если бы вы сказали про жрецом, а так мы все должны делать то, что говорит нам бог. А подчасти возвращает Аполлона? Да, вы правильно думаете. Он попытается возвысить Аполлона, причем одним средством и затем вторым средством. Аполлон – это бог Мантикея, и превознесение Мантикея – это превознесение Аполлона. А с другой стороны, бог врачебное – это кто? Асклепий. Асклепий – это потомок Аполлона. И если Эриксимах провалится в своем превознесении Асклепия, он провалится в своем превознесении Аполлона. То есть, видите, у него самые лучшие по отношению к Аполлону Америге, но он не может, или, вернее, мы еще не знаем, сможет ли он. Но вот случайно ситуация, которая позволила ему сделать отсылку на предыдущего... Да, не просто сделать, а сделать ее в Алибии, сделать ее актуальной. Да, но так он мог сказать, я считаю, что вот, да, и все. Он действительно, нет, он мог это сказать, но это выглядело бы некрасиво. Не так красиво? Конечно, конечно, да. Если Федор полагался на поэтов и философа несчастного Парменида, если Павсаний полагался в своей речи на культ или обычай, то Эликсимах не цитирует нам ни обычаев, ни поэтов, ни философов. Эликсимах говорит о своей науке, о своем искусстве, естественно, в оригинале Техне. И Эликсимах первый, кто открыто говорит нам свою цель, которая отличается от той цели, которую поставил Федор. Эликсимах не собирается превозносить Эрос, Эликсимах собирается превозносить собственное искусство. Проблема заключается в том, что если Эликсимах одновременно пытается противознести собственное искусство и эрос в духе всех речей, то получится, что эрос, который превозносит Эликсимах, искусственен. Это не настоящий эрос. И самое страшное, что Эликсимах с самого начала скажет, что его искусство искусственно решает эротические проблемы. Мне кажется, что он хочет доказать, он хочет же доказать, что Эликсимах живет во всем и везде. Не-не-не, он это с этого начинает. Это тезис. А вообще-то он длинным текстом говорит. И начну я с влачевания, чтобы кстати и почтить это искусство. Скажите, а вот если Федор, он использует поэзии поэта, они традиции... Нет, они отталкиваются, да. Ну так ведь, это же один поэзис. Поэзии и традиции. Именно поэтому Павсаний говорит, я специально сказал вам, традиция или обычай. Поэзия создана конкретными людьми, а традиция, она как правило безлика. В смысле, кто первый придумал то, чем мы все здесь делаем? Да. Да. То есть, хотя эти вещи похожи, поэты являются создателями, артикуляторами и... Средоожательными. Да-да-да-да. Это... Они не всегда за местью стоят. Ну практически, практически никогда. Они, как правило, говорят, что берут свои сюжеты из самого начала, из традиции. А мы бы делаем вывод по поводу того, что Эрос это вообще другой персонаж. Исходя из того, что... Ну, исходя из этой фразы, что тогда в здоровом человеке один Эрос обвольном другой... Нет-нет-нет-нет-нет. Исходя из того, что Эрос находится не только в человеческой душе и не только в её стремлении к прекрасным людям, но и во многих других её порывах, да и вообще во многом другом на свете. В телах любых животных, в растениях, во всём, можно сказать, сущем. Да. Более того, сейчас Эpский Мах начнёт нам описывать Эрос, и мы увидим, что Эрос выглядит как некая космическая сила, причём взятая у конкретного философа. А еще бы право там технеда. Технеда, конечно, но куда он денется? Двойственный этот эрес заключен в самой природе тела. Ведь здоровое и больное начало тела по общему признанию различны и непохожие. А непохожие стремится к непохожему и любят его. Да, смотрите, есть естественная любовь, а есть искусственная любовь. И понятно, что врачебное искусство будет отвечать за искусственную любовь. Искусственная любовь. Это любовь противоположности. А естественная любовь, это любовь одного и того же. Мы понимаем, что естественная любовь, это любовь противоположностей. Отталкиваясь от физической картины мира, описываемой атомистами. Если бы атомы стремились только к атомам, с которыми они похожи, вода была бы в одном куске, земля была бы в другом, огонь в третий, воздух в четвертом, и планеты бы не было. Именно потому, что каждый стремится к своей противоположности, мы видим планету, какой она есть. Мы видим космос, а не его отсутствие. Космический порядок, если бы он был подлинным порядком, не образовал бы ничего. Атомы бы просто соединялись вместе с такими же атомами, как и они сами. Эрик Симах перевирает картину. Он говорит, подлинная любовь, это любовь похожего к похожему. Мы уже наученные Федором и Павсанием начинаем думать, он что, тоже из этих? Затем он говорит, усиливая наше подозрение, любовь к противоположностям, это искусственная любовь, возникающая благодаря искусству. И мы думаем, это как же это так получается? Неужели Эрик Симах никогда не слышал, будучи врачом, про любовь мужчины и женщины? Очевидно, эти противоположности, которые стремятся друг к другу, и у которых все получается. Ну, давайте посмотрим, что он скажет. Следовательно, здоровое начало один Эрис, у больного другой. Да. Итак, больное начало – это начало, у которого похожее стремится к похожему, а здоровое начало – это начало, у которого непохожее стремится к непохожему, да. То есть он фактически отрицает эгоизм, бедра и непохожая. А почему эгоизм? В смысле что? А если он самодаж детственная, любить себе... Хороший вопрос. Быть может, он один из тех персонажей, который вообще не говорит о любви к себе. Ведь ни один из них открыто не говорил о том, что любовь к себе есть основания, от которого он двигается. Ну да, поэтому я предполагаю, что он как раз стоит на противоположных позициях, потому что никто из них не вызывает. Смотрите, он не отвечает им, он не думает о любви к себе вообще, потому что у него есть определенная любовь, любовь к своему искусству. Мы пока не знаем, является ли любовью к искусству любовью к себе. В смысле, мы пока не знаем, эликсимах – это настоящий врач, который делает все ради пациента, или это врач, который делает все ради себя. Это вообще нормально себя разделить на микроиспекты? Нет, а кто делит? Ну если сам любит себя, то есть нужно, ну если самодаж детственная, что он наш, ну самому любишь себя, это значит не противоположности, да? То есть это одинаковый... Да, так это самая, самая естественная любовь. Вы о себя же поверили. Вы любили... Это только в детстве с кем. О, вы задаете сложные психологические вопросы. Давайте попробуем сделать проще. Вы любите своего ребенка, потому что ваш ребенок – это вы. Это да. Да, с этим проблем не возникает, а что в нем вы? Возникает, потому что это не вы, это другой человек, и он зачастую спорит с вами. Так возникает или не возникает? Возникает. Возникает. Возникает проблема, что это не вы. И вы это видите. Ну, это у меня есть в виду, что есть такой расширенный эгоизм, потому что подстеплен не ко всем детей, а своего любви, что из посуды. Ну, очевидно, что все родители любят не всех детей, а только своих детей. Да, но вы же сказали из посылки, что он – это я, он – это не я, уже по определению, вот по своим сплавам. В связи с чем стоит вопрос, что именно в нем вашего, что вы любите? И даже тогда, когда он полностью противоположен тебе самому, ты все равно его любишь. Да, именно по этому вопросу, что именно в нем вашего, что вы любите? А если в нем вообще от моего ничего нет, я его люблю? А как это может быть? То есть вы просто, тогда получается, что вы можете любить своего ребенка точно так же, как можете любить любого другого ребенка? Конечно. То есть вы хотите сказать, что мать, приходя в детский сад, может взять не свою дочь, а соседнюю, такая типа, ну сегодня день наоборот, поэтому я буду любить тебя. И любить его так же… Нет, но есть приемные дети. Итак, давайте начнем с общего. Давайте согласимся, что ни один родитель не любит всех детей так, как он любит своего. Или не своего, но которого… Опять же, которого он взял, это уже свой. Ну, не знаю, какой же вопрос. Да, вот. У своего такого проблемы, а чужих никакие, они твои. Нет, и мы возвращаемся, я хочу вернуть вас к моему вопросу. Что именно в вашего, в вашем ребенке? Усилие? Если это усилие, тогда вы можете ответить себе, что в себе вы любите ровно то же самое. Вы постоянно прикладываете усилие к себе. Нет, это усилие, которое не вложено. А в себя вы ничего не вкладываете. Нет, в этом-то и дело, что мы в него ничего не вкладывали, если бы он не был на важен. Поэтому это не срабатывает. Нет, наверное, это не срабатывает, не знаю. Хороший ответ, который вы называете, звучит следующим образом. Мы любим то, к чему мы сделали добро, к чему мы привожили усилия. Вопрос. Прилагаем ли мы усилия к самим себе? Делаем ли мы добро самим себе? И если это да, то мы любим себя, потому что мы желаем добра и делаем добро для самих себя. А есть плохие родители, они не прилагали усилия, но потом вот так, ну, папы, вот, ну, полюбил. Ну, любит, все равно, ну, несет ответственность за него. Ну, и как? В смысле? В смысле, он не прилагал усилия. Какие? Что значит не прилагал? Помните, помните, помните Сократа. Девять месяцев носит, потом еще три года кормит, потом следит, чтобы не выпал из окна. А мать не водитель, да? Нет, я вчера, он не прилагал усилия. Для зубы его лучше. Мы ее, если можно, срождение, а потом папа. Ну вот, я в раке говорю. Все, все, все. Наши философские конструкции рассыпаются при столкновении об реальность. Помните, да, что мы исключили. Философия исключает из себя случай. И, естественно, случай тут же нарушает... Нет, идеал, идеализация. Мы берем идеализацию. Конечно, в реальной жизни может случиться все, что угодно. Поэтому мы обсуждаем только принципы. Действительно, есть такие родители, которые не любят своих детей с самого их рождения. Почему? Потому что себя они любят гораздо больше, чем это проявление себя. Или, грубо говоря, так как они принимают решение не вкладываться в ребенка с самого начала, значит, они не делают ему добра, и, значит, не любят его. Потому что мы любим то, чему мы сделали добро. А? Но почему они себя-то больше любят? Потому что, может быть, они наоборот себя не любят, поэтому они, ребенки, видят отношения себя и пропустят тебя. Человек, который не любит себя, это больной человек. Это маньяк. Мы таких не обсуждаем вообще. Но они любят детей. С тем успехом вы можете сказать, что сумасшедшие в седьмой платье любят детей, хотя у него их нет. Он говорит, что он любит всех детей. Хорошо. А вообще, откуда такие у нас положения, что не любить себя – это плохо, это безумно, а любить себя – это противоречивая. Это то, на что с самого начала нам указывает Платон, когда описывает Аполлодора как ненавидящего себя у всех остальных. Он маньяк именно поэтому. Но почему мы можем сказать, что тот маньяк, кто любит себя через... Хорошо, давайте. Что значит любить себя? Желать себе добра и жевать, чтобы ты сам становился лучше. Как вам такой вариант? А вот в чём появлялась новость? В том, что он там себя... Да. Да-да-да-да. Может, кто жил себе добра, чтобы быть радым, как он излучает добро и мудрость, но все равно приходим к себе. Потому что это общает такие зубки. И он, конечно, самое граничивое себе, не даю себе лучше там еды. Из того, что я люблю себя, тоже пусть получается. Внешне может выглядеть как... Да-да-да-да-да. Именно поэтому мы говорим, что философия выглядит для нормальных людей как безумие, а на самом деле является высшей формой разумности. Конечно. Вы абсолютно правы. Потому что, в общем, не было в себе философские случаи, на котором всё строится. Нет-нет-нет, это философские построения. А философия как образ жизни. Не как теория, а как воплощённая, как практика. Сократ выглядит как сумасшедший, практически. И чтобы не выглядеть как сумасшедший, он даже женился и завёл детей. Ну, чтобы вообще не смотрели на него коса. Он даже врывать пошёл. И даже немножко повырвал. Хотя вы помните, что все эти войны заканчиваются тем, что он просто бегает от кого-то. Ну, потому что он не хочет умирать. Ну, давайте вернёмся. Так у меня вопрос, почему чрезмерная любовь к себе, а мы здесь видим чрезмерную любовь к себе. Потому что они встречаются, вступают в интимную связь ради себя. Потому что любят тебя, рожают детей ради того, что любят тебя. Почему всё? И даже занимаются врачеванием, потому что любят тебя. И почему это является манией и безумием? Потому что это и есть нормальная ситуация, когда всякий в первую очередь заботится о себе и сохраняет себя. Это же умиренность. Ну, без ядового. Ну, это же чрезмеренность. Вы можете так сказать? И точно так же я верну вас обратно. С точки зрения философа, обычная жизнь кажется абсолютной глупостью. И всё, что происходит в обычной жизни – рождение детей, занятие профессией, зарабатывание денег – является абсолютно необоснованными действиями. Окей. И если, как только что сказал Павсаний, угождать людям достойным хорошо, а распутникам плохо, то в самом деле угождать началу хорошему и здоровому, в чём состоит врачебное искусство, прекрасно и необходимо. А началу плохому и больному – позорно, безобразно. И нужно наоборот всячески ему противодействовать, если ты хочешь быть настоящим врачом. Итак, для Алексея Маха нет проблемы. Хорошее – это здоровое, а плохое – это больное. И он знает, что больное – это то, что стремится само к себе, а здоровое, следовательно, должно быть то, что стремится к своей противоположности. Подождите, это вообще непонятно. Вначале он говорит, что мы вот вернёмся к 186b, мы хотим сказать, что 186b, но в общем, мы помните, говорили, что два абзаца. В одном он говорит, что, ну вот, естественно, сама природа тем указывает на двойный секс, или здоровье и болезнь тела, тем признаются подобные противоположности. Неподобность и страсть являются неподобными. Да. То есть, по-русски подобное стремится к подобному. Да, запомнили и потом. Тогда в здоровом теле, тогда в здоровом человеке один – эр, а в одном – другом. Нет, что в больном – это похоже к похожему, а эр… А здоровье – это непохожее к своей противоположности. Да, но ведь абзац назад, например, другое. Что ещё? Ну, он говорит, что неподобное, но подобное стремится к подобному. Да. А потом он говорит, что подобное к подобному – это плохо. Да. Он говорит, есть два вида любви. Один из них, когда похожее стремится к похожему, другое, когда стремятся к своей противоположности. Один из них – это больной, похожее к похожему, другой – здоровый. Противоположности. Следовательно, мужчина, женщина – это здоровое. Это больное. Почему? В смысле? Непохожее к непохожему. Непохожее к похожему. Непохожее к непохожему. Честно, так, так. Давайте для того, чтобы не повторяться непохожее к непохожему. Скажем, стремление к своей противоположности и стремление к подобному. Стремление к подобному – это здоровый эрос. Да почему же? Он же сказал, что… Да, да, да. Сейчас. Он сказал, что правоположее признание различное непохожее, а непохожее стремится к непохожему и любит его. Речь идет о естественном и неестественном. Смотрите. Здоровье, с точки зрения Рексимаха, достигается искусством. Его искусством, врачебным искусством. Его цель – превознести это искусство. А значит, здоровье искусственно. А естественно, конечно же. Похожее. Ага. Хотя, как мы и сказали, атомисты-то, от которых он отталкивается, считают ровно наоборот. Потому что если бы похожее притягивалось к похожему, то мир бы не образовался. Космоса бы не было. Подождите. Зачем мы… Ну, искусство и искусственное – это не синонимичные понятия. Это абсолютно синонимичные понятия. Техне противостоит фюзису. Номос противостоит фюзису. Давайте еще раз статическую статус. Здоровье – это то, что исчезает всего искусством. Соответственно, то, что здоровое, оно искусственное. Да. А то, что естественное, оно больное. Естественно, что подобное стремится к подобному. нет 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 да да естественно и болезненно где естественно из искусстве и здорово это противоположности подобное подобным удар это искусственность это это здоровье в смысле искусственность болезнь и естественность до болезнь и естественность это подобное к подому здоровье и искусственность это противоположности нет итак у нас есть две категории подобное и подобное и противоположности подобное и подобное это естественно противоположности это искусственно так как подобное и подобное это естественно если подобное и подобное создавало здоровье то то искусство Эликсима было бы абсолютно никому не нужно, его бы не существовало. Поэтому он вынужден сказать, что естественное и есть больное, а его искусство достигает здорового. Но для первого, это подъявляется мужско-женственное отношение, это так бы было. Да, смотрите, что он вынужден сделать. Из-за этой своей позиции он как врач вам заявляет, что мужчина и женщина неестественно вместе, что они сходятся благодаря искусству, его искусству. У нас же там уже женщина. Противоположности здесь, здесь похоже. Здесь мужчина-мужчина и женщина-женщина. А здесь противоположности. А там не то, что существует земля, а это противоположное противоположное. И это естественно. Что? Ну, у вас он резина. Нет, смотрите, а теперь почему-то картина мира неправильная не только на том уровне, о котором он говорит, но и на том уровне, от которого он отталкивается. Если бы подобное стремилось к подобному, то атомы, из которых состоит мир, он будет ссылаться в Мераклита, то получилось бы, что вода бы стремилась к воде, земля к земле, и тогда мир бы не образовался. Это значит, что естественный порядок вот этот порядок. Да. Но если этот порядок естественный, то его искусство не нужно. Ммм. Он намерен разрешать эту ошибку? Он же сразу говорит, я хочу превознести свое искусство. Вы все вкручиваете, все это вы получаете, да? Да, 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 да. И помните, если бы он это сказал, ему пришлось бы сказать, например, что приростей искусственно, что это неестественно. Вообще, как врачу, наверное, ему и следует это сказать. Но он уйдет от вопросов определостей, потому что его подлинные вопросы гораздо более глубокие. И искусство, о котором он будет говорить, его, конечно, загонит в любви. Угу. Ведь врачевание — это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению и к опорожнению. И кто умеет различать среди этих вожделений прекрасные и дурные, тот сведущий врач. А кто добивается перемены, стремясь заменить в теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но где оно должно быть, и удаляя оттуда ненужное, тот великий знаток своего дела. Угу. Смотрите, врачевание создает и разрушает эросы. Разрушает больной и создает здоровый. Его искусство абсолютно не эротично. Потому что его искусство может как создавать, так и разрушать их. Угу. И тут требуется умение установить дружбу между самыми враждебными теленачалами и внушением взаимной любовью. Угу. Самые враждебные начали, это начали совершенно противоположные. Да. Смотрите, наполнение и поражение замещается любовью и ненавистью. Прямо как у Эмпидокла. Любовь и ненависть – основные движущие силы космоса. И, естественно, эти естественные, совершенные противоположности – это мужчина и женщина. Угу. Он приводит другие. Холодное и горячее, горькое и сладкое, влажное и сухое и тому подобное. Да. По Гераклиту, как вы помните, война отец всего, война противоположностей ведет к созданию мира. По Эликсимаху, война не может быть отцом всего. Хотя противоположности воюют, это ведет к болезни. И только установление мира между противоположностями ведет к здоровью. Да, вот так. То есть, а установление мира – это искусство? Да, 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 да. Благодаря своему невнешательным и враждебным началам Любови Саласия, наш предок Асклепий, как утверждают присутствующие здесь поэты, а я им верю, и положил начало нашему искусству. Угу. И смотрите, как утверждают присутствующие здесь поэты. Здесь поэт, присутствующие здесь поэты – это не какие-то гумеры, гисеоды, это Аристофан и Агафон. А значит, Эликсимах говорит нам, что традиция была создана прямо на его глазах, и он этой традиции верит. Итак, Эликсимах закончил превозносить свое искусство. Его искусство заключается в соединении противоположностей, которые воюют друг с другом. Его искусство ведет к здоровью, в то время как естественное соединение подобного ведет к болезни. Без его искусства мир бы не существовал, потому что мир – это смешение горячего и холодного, воды и земли, огня и ветра и так далее и тому подобное. Но он ведь не говорит про огонь и воду, про землю и воздух. Про что он говорит? Он говорит про человеческое тело. Если искусство создает мир в человеческом теле, то мир, созданный вокруг нас, создан не с помощью врачебного искусства, а с помощью какого-то другого искусства. Что важнее – окружающий мир или отдельный человек? Что больше – окружающий мир или отдельный человек? Что первичнее – окружающий мир или отдельный человек? Если окружающий мир первичнее, и он не естественный, а искусственный, то Эликсимах, превознося свое искусство, проваливается, потому что он признает, что есть гораздо более важное искусство, чем его собственное. Кто создал мир? Это очень важно, потому что если бы он принял позицию атомистов Эмпидоква и Гелоклита, мир был бы создан естественно. В смысле, никто бы не создавал мир. И поэтому человеческое искусство, его искусство, было бы высшим. Но так как мир искусственен, и сподлинное искусство, стоящее гораздо выше, чем его искусство, искусство созидать мир, кому оно принадлежит? Богам, конечно! Именно поэтому он закончит свое выступление о превознесении влачебного искусства утверждением о том, что существует высшее искусство, и это высшее искусство Монтика. Искусство влияет на богов. Несчастный. Влияет на богов? А кто может влиять на богов? Влиять, я плохо сказал. Мы до этого дойдем. Он скажет устанавливать дружбу. Да, ну в смысле, любовь, любовь, любовь. Вот это вот. Почему? Потому что люди и боги противоположности. Ну банально, смертное, бессмертное. То есть он сходу проваливает сам себя, говоря, что есть подлинное искусство, которое гораздо выше, чем его искусство. И это искусство божественное искусство. И значит, если он хочет заниматься настоящим искусством, он должен обратиться к искусству Монтика, а ни в коем случае не к влачевному искусству. И здесь появляется следующая проблема. Он заканчивает свое восхваление враждебного искусства восхвалением сына Аполлона. Сын Аполлона, ставший богом Асклепий. Это бог врачебного искусства. Если врачебное искусство второстепенно, по сравнению с божественным искусством, восхваление Асклепия проваливается. Вместо превознесения Аполлона, Эрик Симах унижает Аполлона. Его наследник, его потомок, занимался не тем искусством. Он занимался низким искусством. Аполлон-то превознесен? Да! Быть может, поэтому Эрик Симах попытается второй раз, не остановится сейчас, а закончить превознесением Монтике, потому что Аполлон и есть бог Монтике. Он не может превознести его сына, но он может превознести его самого. Но это возвращает нас к первоначальной проблеме. Желая превознести собственное искусство, Эрик Симах заканчивает его унижением. Да. Вот по поводу этой схемы, что она несложно дается, а зачем нам нужно искусство, а когда противоположное притягивается к противоположному? Нет, противоположное воюет с противоположным. Похожее притягивается к похожему. Хорошо, оно вьюет и так образовывается мир. Нет, они отталкиваются, удаляются друг от друга, не соединяются. Если порядок, о котором он говорит, естественный, в смысле, если то, что он называет искусственным, естественно, а именно, что противоположности соединяются вместе, тогда, с одной стороны, получается, что педерастию-то защитить нельзя, она искусственная. Ну да. И что, я не понимаю, его аргументацию, почему противоположное все-таки не притягивается? Почему оно не может соединиться? Потому что, если бы оно могло соединиться, его искусство было бы вообще не нужно. А, ну понятно, есть такая... Да, он опять говорит все обо всем со своей точки зрения. Почему он в конце унижает и может быть хорошо и то, и мантика, и любовь к себе, и это не противоположное. Нет, сейчас мы... Что, если же на этом законе, мы будем как общаться по нам... Мы сейчас не говорим о любви к себе, мы говорим о сравнении двух искусств. Какое искусство важнее? Как бы важно, если бы просто... Как вы можете сравнивать? Одно из них, одно из этих искусств, создало и весь космос, и эту планету, и всех людей на ней. А второе, просто поддерживает жизнь некоторым из людей. Но мы не можем только с ищем, потому что мы можем к нему как-то обращаться, не знаю... Да, он этим и закончит, да. Но это значит, что его искусство второстепенное, второсозненное искусство. Если бы первое искусство нам не дано, мы не можем разговаривать с богами. Можем разговаривать с богами, мы можем. Это то, чем он закончит. Разговаривать можем. В смысле, искусство мантика должно будет устанавливать дружбу между богами и людьми. Удомерно, если бы он сказал, что богов нет, не было бы вообще никаких проблем. Его искусство было бы высшим искусством, потому что оно продлевает жизнь. То есть будут, но зачем вот это противопоставить? Нет, смотрите, он же сразу говорит нам о своей цели. Превознести собственное искусство. Вопрос, он смог это сделать? Нет. Он унизил собственное искусство. То есть нести в человеческом плане или вообще в космосе, сравнить свое искусство с... Если бы он сказал, что Земля организовалась естественно, противоположности притягиваются, никаких проблем бы не было. Почему бы сказать не можно? Хороший вопрос. Один из ответов. Он выступает за педерастию. Да. Асклепий — это смертный, ставший богом. Да, благодаря своему искусству при этом. А потом, в самом конце речи, когда заходит речь об Асклепии, Эликсимах говорит, а вся эта традиция создана присутствующими здесь поэтами. Асклепий, как бог, придуман присутствующими здесь поэтами. Я им просто верю на слово. Это даже не традиция, идущая от предков, она вот этими людьми придумана. Его искусство было бы самым высшим, если бы он не споткнулся и не сказал, что мир создан искусственно. Мир создан искусственно. У него нет другого выхода, кроме сказать, что он создан богами. Но он не верит в богов. Разве это не гигантское противоречие? Либо он верит... Нет, оно естественно решаемое. Либо он начинает верить в богов и заканчивает все превознесением искусства Мантике, а его искусство ничто. Либо он говорит, что мир создан естественно, но тогда противоположности притягиваются. А его искусство на самом деле должно соединять то, что отталкивается. То есть, либо он не понимает сути своего искусства, либо же он на самом деле должен верить в богов. Оба ответа плохие, потому что верующий не имеет отношения к философии, а не понимающий свое искусство, это не искусственный человек. То есть, либо он не врач, либо он фанатик. Оба ответа плохие. Некоторому, наверное, об этом не сказал. Почему никто не понимает, как Петер говорил, как Альксима, почему никто не указывает им на свои ошибки? Получают ли вдруг они, что они не учат? Это первый ответ. Второй ответ. Диатима ответит им всем. Сократ ответит им всем. И он всем скажет, вы ничего не понимаете. Давайте я покажу вам... Вы не поняли вот этих логических ошибок. Из присутствующих на Перу, мы надеемся, что нет. Да. И еще вопрос относительно иракии искусств. Искусство, которое, если я правильно понимаю, искусство, которое создало... Которым был создан мир, выше, чем искусство, поддерживает жизнь, чуть больше, чем она могла бы продлиться. В одном из представителей этого мира, в человеке, да. Он же не говорит про животных, растения и прочее. Тогда почему мы приравниваем искусство создания мира к искусству налаживать контакты с богами? Это не одно то же. Мы не приравниваем их ни в коем случае. Монтике — это искусство установления дружбы с богами. Да. Но Монтике в любом случае выше, потому что оно гораздо ближе к богам, то есть к подлинному настоящему искусству, чем искусство речевания. Искусство, которое пошло от человека, который стал богом благодаря этому искусству, серьезно? Так в том-то и дело, что как бы это один бог, а Монтике может связаться у вас со всеми, с любым. Ну, можно это рассматривать как-то стратегию, так как стратегия — это постичь вот дружбу, наверное, высшим искусством, а вот тактика, чтобы не попадали в себя, короче, к развиваться... Если искусство Монтике действительно существует и действительно работает, если боги действительно создали мир, врач должен стать жрецом. Он должен перестать лечить людей лекарствами, какими-то выдвигать дурацкие теории, говорить о атомах, о горячем и холодном, а приходить сапахалом и мир, мир, или что там? Он не должен запихивать палец, если руку там накрывала. А зачем это? Да вы... Нет, 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 конечно. Нет, конечно. Если вы поранились, вы прикладываете грязь, вы прикладываете грязь, которая получилась из земли, смоченной святой водой. И все. А зачем это вообще искусство Монтика, если есть искусство Монтика? Это же и есть его провал. Его искусство, по его же словам, не получается наилучшим из искусств. А значит, он не может его превознести. А это и есть его цель. Все будет только хуже, потому что изначально, смотрите, за каждым из искусств, по словам Аликсимаха, стоит война противоположностей, дисгармония. А потом он скажет, что есть такое искусство, в основании которого лежит гармония. Музыка? Да. Потому что не может быть дисгармонична. Музыка может быть исполнена дисгармонично, но она сама подразумевает в своем начале гармонию. И все. И эта идея будет провалена. А почему тогда поэзии нет гармонии? Там же стихи тоже о нем были. Ну, в той части поэзии, которая музыкальная, мы можем сказать. То есть стихи на песни? Да. Как поэзии вы говорили музыкально? Да, но я говорил вам специально в каком разделе она музыкальная. В ритме. В музыке нет слов, поэзия есть. И поэзия в основном состоит из слов. То есть в поэзии основной элемент это слова. То есть поэзия это лично? То есть в песне это... И до тех пор пока она ритмична. А, она всегда ритмична. Изначальная поэзия, поэзия, о которой мы говорим, да. Современная может быть и нет, я не знаю. Давайте дальше. Ну, значит, кроме врачебного искусства, которое, как я и сказал, подчинено всецело Эрсу, этот бог управляет также гимнастикой, земледелие. Достаточно. Гимнастика и земледелие. Очень странный пример, который тут же исчезнет. Мы как бы понимаем, откуда гимнастика. Да, из его любимого повсания. Да, из земледелия тоже понимаем, откуда. Потому что она сказала, что в растениях и в животных разлит Эрс во всем. Значит, в земле как бы... Хорошее замечание. Но тогда, а в чем он не разлит? В смысле, какое искусство не связано с кульптурой, наверное, да? Да, кстати. Но тогда он скажет про музыку, а музыка точно не связана ни с какой жизнью. Я призываю вас сравнить этот отрывок с законами 889 Б.Е. Искусство ниже природы, говорится в этом отрывке. Поэтому то искусство лучшее, которое к природе наиболее ближе. Нет более близких к природе искусств, чем врачевание, гимнастика и земледелие. Потому что они не имеют дела непосредственно с природными объектами. В противопоставлении этому выдвигается политика как плохое неприродное искусство. Потому что оно имеет дело с искусственным образованием, с государством. Да? Я, конечно, пропустила себе долго, но ладно. Как гимнастика взялась от Повсания? Гимнастика взялась от Повсания. Повсание хочет связать гимнастику, философию и педрастию вместе. Но гимнастика, философия и педрастия вместе дают свою политическую свободу. По его словам, они вместе порождают высокие помыслы и побуждают людей бороться против тирании. Как мы соединяем все эти три вещи? Очень просто. Гимнастика позволяет вам носить и использовать оружие. Философия подталкивает вас к свободам мысли и значит к критике строя, при котором вы живете, тиранического строя. И, наконец, педрастия позволяет вам найти союзника, который вас не бедаст, потому что он вас любит. Помните, что Макеавелли говорит, большинство заговоров проваливаются по одной простой причине. В них участвует больше одного человека. Да? То есть, если в заговоре участвуют двое, уже шанс, что вас сдадут есть. И он гигантский. Классики решают эту проблему. А если вы любовники, то тогда шанс, что вас дадут, это было понятие. Кого? Конечно, было. Но кого быстрее предадите? Друга или влюбимого? Да. Почему? Ну, вот он получается здесь. А то философию и, соответственно, мы тут вспоминаем версию, где есть гимнастика, но нет философии. В версии нет гимнастики. Так. Ну, мы говорили, что есть... Спарту, вы хотите сказать? Где есть гимнастика? Спарта, да. Да. Именно поэтому Спарту он тихо-тихо опускает. И про Спарту он никогда не говорит. Потому что получается, что он Спарту критикует. В Спарте есть педерастия, но нет философии. То есть, в Спарте есть секс с мальчиками, но нет работа о душе. Так гимнастика как раз про тихоте, про искусство? Да, конечно. Любимые примеры Сократа — это врач и врач на искусство, и учитель гимнастики. Они оба связаны с телом, но у них есть... Сократ никогда не сравнивает себя с учительом гимнастики, а всегда сравнивает себя с врачом. Да. И это, можно сказать, меньше. Не-не-не-не, потому что врач лечит. Врач имей дело с больными телами, а учитель гимнастики со здоровыми. Но Сократ верит, что здоровых душ нет. Поэтому он всегда сравнивает себя только с... Это же он с вами, Катерина, который меньше. Ну, Асклепий. Асклепий, да. Давайте будем двигаться немножко дальше. Что касается музыки, то каждому маломальски наблюдательному человеку ясно, что с нее дело обстоит точно так же, и именно это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя мысли его выражены не лучшим образом. А вот теперь он наконец-то честно признается нам, что читал Гераклита. И цитата. Он говорит, что единое, расходясь само с собой, сходится, примером чего служит гармония Лука и Лиры. Однако очень нелепо утверждать, что гармония – это раздвоение, или что она возникает из различных началов. Достаточно остановиться на Гераклите. Эта цитата ведет нас к другой цитате из Гераклита, которая звучит буквально следующим образом. У Бога прекрасно все, и хорошо, и справедливо. Люди же одно считают несправедливым, а другое справедливым. Естественное, говорит Гераклит, нейтрально, и только искусственное вносит оценку в это нейтральное. Искусство заключается в том, чтобы одно назвать хорошим, а другое плохим, при том, что естественно все нейтрально. Не напоминает ли это вам старую добрую точку зрения Павсания, который говорил, что ни один поступок – да. Так вот, ответ Павсания – обычай, а ответ Эрик Симаха – искусство. Искусство от обычая отличается тем, что обычай – это мнение, а искусство – это знание. С помощью знания мы можем решать моральные проблемы. Это посыл, который делает Эрик Симаха, говорящий третьим. Иными словами, если мы делим наших шесть говорящих пополам, то последний, говорящий в первой половине – это Эрик Симах, а последний, говорящий во второй половине – это Сократ. Сократ и Эрик Симах каким-то образом занимают одну же позицию в своей троице, а не каким-то образом близки. Быть может, это тот самый образ, потому что очевидно, что Сократ-то, конечно же, верит в силу науки или в силу искусства. Искусство и наука – это одно и то же. Техне. Наука также иногда будет называться здесь эпистемы – знания. Хорошо. Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает из звука, которые сначала различались по высоте, а потом, благодаря музыкальному искусству, друг к другу приладились. Ведь не может же возникнуть гармония только от того, что один звук выше, а другой ниже. Итак, музыкальное искусство заключается в том, чтобы взять естественную дисгармонию и превратить ее в гармонию. Это напоминает нам Тифаголовское изначальное искусство учения о гармонии, о том, что в основе мира лежит число, и значит гармония… У меня вопрос. Смотрите, если мир изначально нейтрален, и вы говорите, что искусство помогает нам решать проблемы в нем. Не, 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 не решать проблемы, оценивать. Оценивать, но зачем нам это нужно? Если он нейтрален, в принципе, у нас нет проблем. А как же у нас снова моральный теризм? А как мы отличаем плохого от плохого? Вот у мальчика хочется трогать. Это хорошо или плохо? Ну если это нейтрально, то для нас, в принципе… А в том-то и дело, что для мира это, конечно, нейтрально. Миру это, конечно, все равно. Для человека это нейтрально. Мы должны жить в обществе, и значит должны договориться о стандартах. И если классическая точка зрения заключается в том, что стандарты поставляются либо традицией, либо политикой, точка зрения Рексимаха, которая соединяет его с Сократом, заключается в том, что стандарты должны быть предоставлены лукой, знанием. А на самом деле стандарты – это Сократ. Ну, потому что он самый умный, да? Гармония – это созвучие, а созвучие – это своего рода согласие, а изначало различных, покуда они различны между собой, согласие не получают. Итак, есть звуки естественные, а гармония искусственна, потому что она достигается с помощью искусства. Все пока хорошо. И опять-таки, развивающиеся и несогласные нельзя привести в гармонию, что видно и на примере ритма, который создается с согласованием расходящихся сначала с замедлений и ускорений. А согласие во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как искусство врачебное, любовь и единотушие. Все, пока еще все отлично. Хороший Эрос – это искусственный Эрос, который устанавливается с помощью искусства между граждующими половинами. Он не устанавливается между похожими, потому что они и так друг друга любят. Искусство любви не нужно для того, чтобы устанавливать любовь, которая так уже есть. У нас возникает вопрос. Он говорит о двух Эросах, о хорошем и плохом. Один из них искусственный, другой естественный. Один из них устанавливается самостоятельно, другой устанавливается искусственно. Какой из этих Эросов выше, а какой низший? Ну, наверное, естественный. Если это действительно так, то есть если он защитник педерастии, который говорит, что мужчины сходятся с мужчинами естественным образом, а для схождения мужчины с женщиной нужно искусство, ну, повивальное искусство, то есть врачебное искусство и так далее и тому подобное, то получается, что он должен сказать, что вообще-то Эрос, который он создает, и есть низкий Эрос, и его искусство есть искусство создания низкого Эроса. А высокий Эрос – это естественный Эрос, к которому он не имеет никакого отношения. Да? То есть, я сейчас понимаю, что я понимаю, в каком искусстве свести, например, мужчин и женщин, где трещу работать, ну, как же они? Ну, что? Каким внешним Эросамом-то можно? Это искусство называется искусством свахи. Ну, и свахи сойдутся, если они... Ну, ни в коем случае. Они живут при нормальном устройстве, где традиция регулирует все отношения, включая эти. Традиция – это номос, и потому нужна определенная искусство. Ксенофонд, помните, в разговоре с Критобулом говорит Критобулу, что если тот хочет завести друзей, то Сократ... Да, то Сократ готов выступить свахой для его потенциальных друзей. Но в этом искусстве свахи, это потом будет для нас важно, Сократ не может лгать. Да, он говорит, что ты должен обладать определенными... Я буду превозносить тебя, но не тебя всего, а только твои хорошие качества. Именно это Сократ скажет, когда начнет говорить об Эросе. Превозносить – значит превозносить только хорошее и в правильном порядке. Это заранее укажет нам на две вещи. Я раз уже забирал, что Сократ, описывая его разговор с Деатимой, будет скрывать уродливую часть Эроса. Он не будет говорить всей правой, только ее красивую половину. И будет делать это не в правильном порядке, в смысле не в том порядке, в котором это на самом деле происходит, а в том порядке, который удобен для восхваления. Я поняла, что происходит в свахе, но, например, когда-то нет, но как называют те, в которых можно использовать женщины? Гитеры и проститутки. То есть искусство гитеры – это не искусство? А искусство проститутки тоже не искусство? В смысле? Искусство рыбыни – это искусство? А? Поведение рыбыни – это искусство? Давайте сделаем следующий шаг. Целью схождения женщины является это рождение, так или иначе. Или, по крайней мере, финальной точкой в этом схождении. Результат этого схождения. Но без повивального искусства, рождение ребёнка – это очень сложная вещь и практически невозможная. Возможная. Опять же, у аборигенов есть сложных вещей. Даже у аборигенов есть шаманы, которые этим занимаются. Да, но они там ничего не делают из того, что делает врач профессиональный. Откуда вы знаете? Откуда? Нет, нет, нет. Мы туда не лезем. Это снова антропология. Знает ли какой-нибудь шаман какой-нибудь рецепт естественного обезболивающего? Ну, не знаю, Николай, что в 21 веке женщины в каком-нибудь поле просто рожают от того, что они просто вот схватились. Искусство нужно не для того, чтобы роды свершились. Искусство нужно для того, чтобы гарантировать, что они свершатся хорошо. Мы создали искусство, потому что мы не удовлетворены природой. И опять-таки сильный владенец, он все равно выжил. Славый и даже превроченный в искусстве все равно умеет. Именно поэтому у спартанцев нет философии, да. Исследовательно, это работает. Ну, в смысле, вы можете так сказать, но тогда вы будете лютым лаконофилом, как Критий, Алкевиат и Хармит. Это абсолютно естественно. Что именно абсолютно естественно? Тяга, ученик, женщины, благоритены. Да, да, конечно, это абсолютно естественно, но Алексей Мах не может так сказать. Потому что если это абсолютно естественно, зачем нужно его искусство? А он сказал, его цель превознести его искусство. Зачем на самом деле врачу врачебное искусство? Для себя. Ну вот и ответ. Если он это скажет, тогда ему скажут, ну ты же не врач, ты на самом деле экономист. Как и говорит Аристотель. В последние стнации, а если экономисты, то происходит. Возможно, так и есть. Или с философской точки зрения так и есть. Но если мы так скажем, то как мы сможем обращаться к врачу? Никак. Мы же знаем, что он просто делает на нас деньги. Смотрите, все присутствующие... У нас все возможные. Вообще-то все, кто угодно делает на нас деньги. Это понятно. А значит, наше общество существует в рамках допущения, которое вообще-то безумно. А именно допущение... Ну так это же и есть философская критика. Давайте лучше остановимся. А когда вернемся, дочитаем про музыку. Спасибо. Спасибо.